Девушки отдыхают Девушарист это большой грех Как же это будет? Посмотрит Господь на землю Где там подпоручик Гудович? Спросит Только что был Пора ему в поручики выходить А ему скажут Да он сегодня ночью застрелился Вот че Из чего? Из револьвера нагана То есть как это? Господь спросит И нахмурится Да как он смел И кто это ему револьвер-то дал? А ты где был? Почему не доглядел? Да я смотрел, как синтоисты Санитарное судно Монголии топили Утопили? Утопили Хоть не спи Скажет Господь Значит так Тебе делаю выговор А мир баху в аду Лизать горячую сковородку За это Шучу Господи Скажет тогда Архангел Михаил Не дал ему Мирбах Револьвера Для самоубийства Да и патронов-то у них Не было Вон он Гудович В лазарете Ранним утром Лето 1904 года Командир конно-пионерной Сотни 1-го аргунского полка Войсковой Саул Нелюбин Мичман Миноносца Грозовой За неимением Угля Разоружившегося В Шанхае Барон Мирбах Поручик 121-го Пехотного Пензенского Полка Граф Гудович И я Сотни Кусурийского Казачьего Полка Токаревский По старым Японским Глядутам Пробирались К своим Граф Был ранен Осколком Бризантного Снаряда В теменную Часть головы В бою При деревне Хуахе Поэтому Был в беспамятстве И барон Тащил его На себе Войсковой Саул Нелюбин Тоже получил Сквозную рану Ниже правого колена В бою Императорских Могил Под Мухденом Я крылся Впереди На груди Моей Висел Дедовский Оберег Еще с Турецкой Войны В виде Стручка С девятью Горошинами И тот У китайской Кумирни Кумирни Софир Кумирни Меня Я Будьbra Вызгодь Иру М миная Ну В Ира Ира Хватит снег, этот минут двадцать так постоит, а потом помнить ничего не будет. 21 мая 904 года была середина моей жизни. В тот день нас грузили в Листвянке на Байкале на пароход Ермак. Моя лошадь упала в воду. Я прыгнул за ней, но она тут же утонул. Весь тот день, я вспомнил потом, я слышал низкий звук струны. Всегда наступает день, когда делаешь что-то в последний раз. А потом припоминаешь. А, тогда это было в последний раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Д cuz intelligence он был утром. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Опять ты грек в воду не закручиваешь! Всю голову продолвал! Я ее на свободу выпускаю. Иду, иду. Да иду, иду! Кто? Посыльных. Я пакет принес. Расписаться надо. Да вы что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай сюда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На работе не свести, басота. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Водка горит, что ли? Какая водка? Спирт! Но вовнутрь. Еще хуже будет. Откровенно говоря, мне это дело даже нравится. Может, я факир какой-нибудь. И в жизни у меня иное предназначение. А потом, будучи язычником, в огонь я не плюю. Я его размножаю. Ну-ну. У ППД был рожок на 20 патронов. Штыка не было, а приклад десантный. Да. Ты же офицер должен знать, что рожок бывает от жены, а у автомата магазин. Понял. Учись, пока я жив. Дайте мне рубль. Я хочу кушать. Закрой дверь. Заходи. И не слышишь? Ладно. Суд не твоя. Сдача с пятисотки будет? Будет. Мне врать не гоже, как у Тузова, говоря. Ладно, иди сюда. Разве мы с тобой кушаем? Мы с тобой едим. Камбонар, давайте рассеянь. Они уже идут. С ним Ксёнц и Афганка. Я здесь. Подъезжаем, Родин. Никому не верьте. Вот мне вы поверили. Ждёте кого-нибудь? Разумеется, жду. Прошу. Позвольте представить, Анна. Очень приятно. Будем пить за прекрасных дам. Здесь нет дам. Тем более прекрасных. А кто же вы тогда? Товарищ или гражданка? Ксёнц. Пусть молодёжь самостоятельно повеселится. Без нас. Идите. Ты не коммерсант. Бандюга ты. Гопник вот кто. А ты жулик. Я знал, что ты проходимец, но что вы такой. Позволь это принять как комплимент мастера, способному ученику. Давай-ка лучше выпьем за юность нашу. За молодость. Ах, красота. Вот что надо пить-то. Зачем ты со мной так? Затем. Что-то этот контракт мой был. А ты его у меня увел, пока я в Корею ездил. Вот и выходит, что жулик и проходимец ты. Я у тебя всего-навсего своё взял. Ну ты будешь со мной пить или нет? М? Нет. После того, что ты сделал, граница между нами. Ну-ну. За советскую родину. Нет советской родины. Оля, вдруг. Давай советскую выпьем. А какая... Держи. Родина есть. Что это? Ровно половина. Вторую я себе оставил. Сейфик, правда, покалечил. Извини. Точно половина? Обижаешь. В той же валюте? В рублях. По официальному курсу. Извини. Я теперь с тобой даже и на квит играть не буду. Трое сверху возьму. Эх, ты не ценишь дружеского расположения. Я же мог тебе ни копейки не дать. Ну, желаю успех. Эх, господин хороший. Балетку забыли. И сюда. Ты будешь? Да. Пошли. Пойдем? Пока. Может, и я останусь? Мужчина украшает не женщину, а дела. А у нас с тобой их не фаруарот. Что можно коню? Того нельзя ослу. М? Придержись, Зик. Ну, что? Сколько раз я тебе говорил, не пей на работе. И не заработаешь того, что смог бы, и пропьешь то, что заработал. Да не убивайтесь вы так. Мы им тоже вставим. Эх, Яша. Морду хаму набить совсем непростое дело. Как иногда кажется. Особенно, когда он молод и здоров. Ты в этом убедился. Мало вас у меня. А у него больше. Да и лучше ты уж, извини. Вот здесь ложитесь и до утра. Никто не тронет. А утром вон трамвай. Десять минут и в центре. А пошамать где? А где сейчас пошамаешь? В ресторане только. Подкирешь? Подброшу. Степ, ты у нас по контактам? Ну. Давай до ресторана. Но только там глухо, как и гостиница. Пройдешь? Обязан. Пошли. Держи. Армию с народом. С других взял бы. Ну, спасибо. Сейчас будем. Тихо. Редкий человек знает, что сегодня день смерти Лермонтова. Пихал Юрьевча. А это что такое? Такой день спою вам песню. Тоже неведомую вам. У церкви стояла карета. Там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты. Слушай, дай-то буфет дайте. Приехали только что. Есть охота? Буфет нет у нас. К официантку дайди. А? Давай. Один. Она на святое распятье Смотрела сквозь радугу слез. Она на святое распятье Смотрела сквозь радугу слез. Все. Бить меня будешь, иная сущность. Бить не буду. Все, да пошел ты. Бить меня в такой день, да в гробу я ваш видел. Кора! 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 Там Тит развлекается. Заметут их сейчас. Точно заметут. Все, мужики. Все. 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 Ты иди домой. Иди, иди. Тебе говорят. Без тебя разберется. А? Тебе, ты иди, иди. Тебе, ты иди. Тебе, ты иди, иди. Там вашего бьют! Мулашись! Соти! Смотрела сквозь радугу слезу. Среди венчащих печи невеста стояла. Быстро за ними. Делай, что хочешь, но приведи. Музыка 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 Кому-то мы очень понадобились. Какая разница? Главное, крыша есть. И пошамать тоже. Ого! Ну и на сколько? Рублей на 200. Завтра нужно будет отдать деньги. Ну что, скитальцы, все в порядке. Трое здесь, двое напротив. Этот мужик... Завтра нас приглашает за город. На скромный товарищ Сиабет. Стремительно переходящий в ужин. Купание, сауна. Ну и прочие мелочи гарантируются. Возражения есть? Пока нет. В 10 утра за нами заедут. Степ. Да. Глупили ты не шуточны? Средненько. Нападение греков на водокачку. Хотя тот, который начал, не шуточный. Перепил я чуток. А то сделал бы и я его. Ну а когда он тебя, как барбоса, по кабаку водил? Да где водил-то? Ладно. Болезный. Иди. Потом договорим. Установить, кто такие, откуда возникли, где обитает, словом, всё. И как можно оперативнее. Ага. У грека контакт с этими из ресторана. Их пятеро. Пятеро. Где они сейчас? В гостинице. Все? А те другие, такие же шустрые? Всё может быть. Пёнц, их пятеро. Я слышал. Если он возьмёт их под себя. Тогда у нас будет немного больше работы. Обольщайся. То есть? Мы все кое-что умеем. Но это что-то совсем другое. Что другое? Не знаю. Аня. Зацепи их. Хотя бы одного. Анна. Нет. 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 Ну, вон они. Кто? Вчерашний кто? Вон, в светлой куртке и блондин вот так. Обходи. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, привез. А, с прибытием, здравствуйте. 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 У нас здесь давно уже действует важнейшая заповедь коммунизма. Каждому по потребностям. Кому бильярд, кому природа. Словом, пошли, 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 пошли. Смотрю, включая я по сторонам. Хочу туда, лететь на дальних взглядов. И звать никто не будет. Вот она, наша хозяюшка. Здравствуйте. Она здесь и кормилица, и поилица, словом. Как толкаться там, где пляшут и поют? А я люблю крутые водопады. Иголы, что-то не подостаю. Ну, угостимся, чем Бог послал. Располагайтесь. Ну, что там? Орудие к стрельбе готово. Огонь! Куалю, если он на такие расходы пошел, значит, товар фирменный. Хотя я лично ничего сверхъестественного не вижу. Парни как парни. Вполне можно заломать. Заломаем. Надо. У нас другого выхода нет. Дай-ка посмотрю. Может, сегодня и начнем? К вечеру решим. Неужели обошел меня? Или сам понял, что за фирменный товар денег жалеть не надо? А может, я сам научил его на свою голову? А вот этот был у них в машине? Этот был. Я его хорошо запомнил. Сделаем. Тит, ну-ка посмотри. Увидишь главного, покажи мне. Ну, вон он. Где? Да вон, с бабы из кабака. Точно он? Да, вон. Так, этим займемся отдельно. Ты его мне оставь. Я его сам. Со всей пролетарской ненавистью. У меня вопрос. Что бы это все значило? А что вам здесь не нравится? Ну, вы же откровенно покупаете нас? С какой целью? Еще не покупаю. Но очень хочу купить. В эпоху рыночных отношений, я думаю, в этом нет ничего предусвидительного. А вот с какой целью. Да. Давайте завтра. А сейчас погулять, осмотреть. Вон там малину много. Ваша задача спровоцировать конфликт. Двое повод безошибочной женщины. Другие вступают в дело, когда нападение соперников подтвердят свидетели. Атака должна быть внезапной. Цель не изуродовать, а сломить волю и внушить, что нет в этом городе другой силы. Эй! Красавица, погоди! Погоди, тебе говорят. Ты чего, очумела? Алло, алло, мужики! Ну вы чего? Ну вы чего? Дура! Браво! Почерк мастера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, чуть не упали. Ну может, хватит? Как вы это все делаете? Наверное, инстинктивно. Ну что, пойдемте? Пошли. Вы инопланетянин? Скорее, афганец. О, коллега! Что-то я вас раньше здесь никогда не видела. Вы здесь в гостях? В гостях. У кого? Я местных всех знаю. Дом под зеленой крышей, помните. Рядом беседка. Хорошая компания? Ну, скажем, не самая плохая. Приходите в гости. Сами убедитесь. Приглашаете? Приглашаю. Так, дождите меня на лыбочной станции. Знаете где это? Знаю. Девять часов. Все свободны. Я сказал, все. Да. Приходите. Ну, зацепила? Зацепила. Одного. Ты уверена, что это один из них? Я вообще никогда не говорю о том, в чём не уверена. И не хуже тех из ресторана? Возможно, даже лучше. Молодец. Я найду способ перекупить их. И тогда мы сможем обойтись. Без моих. И без меня. Они это они. А ты это ты. Опять тревога, опять мы ночью ступаем в бой. Когда же дембель я матью вижу и дом родной. Когда забуду, как полыхают в огне дома. Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идёт война. За перевалом в ум ущелья опять стрельба. Осталось трое лежать на камнях, ведь смерть глупа. А может, завтра меня такая же ждёт судьба. Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идёт война. Людей стреляют, как по мишени моя рука. Забыли люди чертям все войны на все века. Насколько я понимаю, мы теперь в разных лодках. Кто тебе сказал? Ты сам. Я слышал, как ты нас всех продал. Всех до единого. Тебя оставил. Да? Пойми, пойми ты, какой смысл мне терять своего доверенного человека. Странно всё-таки. Ещё каких-нибудь пару часов назад мы с вами впервые увидели друг друга. А сейчас, со стороны, на сполне можно было бы принять завлюблённых. Разве что со стороны. Знаете, я неплохо знакома с восточными единоборствами, но то, что делаете вы, на них не похоже и вообще ни на что не похоже. Как хоть это называется? Ну, скажем, русский стиль. А разве такой существует? Ну, ведь другие же существуют. Греко-римская борьба, английский бокс. Не говоря уже о так любимых вами восточных стилях. Почему же не будьте русскому? Ну, я, например, о нём никогда не слышала. Не только вы. Но если он всё-таки существует, то почему не слышала? Счастья до полного безумия увлечены всем иностранным. Провинциальная шаля не интересует наших соотечественников куда больше, чем собственной, нашей национальности. Между прочим, когда Япония открыла свои границы для иностранцев, японский император стал набирать в свою личную охрану исключительно русских бойцов. Ну, из тех, кто владел русским стилем. И было это ещё в прошлом веке. Японский микадо плохо знал восточное единоборство? Или хорошо русское. За поступки японского императора я не несу никакой ответственности. А вот за свои слова с гарантией. Ну, в нашем городе вы вряд ли найдёте Брюса Ли. А вот пару-тройку достойных противников я вам обещаю. Когда и где? Я сама найду вас завтра! Ты уже полчаса там торчишь. Ещё не надоело? Послушай, уезжай отсюда. Тебе всё равно здесь не жить. Я, может, и уехал, если б ты не предложил. А теперь точно не уеду. Моё дело было предупредить. Ладно, шагай. Анна, брось! Крупно рискуешь! Эти игры не для тебя! Пугаешь? Ты! Меня! Убью! Я вижу, у вас дружная команда. Такое даётся либо долгой совместной жизнью, либо общей целью. А что объединило вас? И то, и другое. А что именно? Ладно, ведь я же собираюсь вас купить. Всё решает цель. Боля ваша. Костёр на том берегу, видите? Вижу. Это дача моего давнишнего приятеля. Поэтому я и вынужден создавать нечто вроде претерианской гвардии на свой, конечно, манер. Иначе мне не дадут покоя. Спасение я вижу только в заключении контракта с вами. Одного вашего человека я вчера видел в деле. Этого достаточно. Согласен на любые условия. Любые. По рукам? Не пойдёт. Но вы же даже не поинтересовались условиями. Они действительно меня не интересуют. Так. Не спешите вы отказываться. Не торопитесь. Не надо. Моего, так сказать, оппонента такой поворот дела вполне устроит. А впрочем, после вашего категорического отказа это уже не оппонент. Это хозяин. Пойду-ка я окунусь. Пошли. Нет. Благодарю. Мне тоже хочется ответить на ваше предложение отказом. Грани. О! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, началось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не очень. Почему? Я знал, что мы встретимся. А я заметила, что вы самоуверенны. Надо бы выпить. За что? За вашу самоуверенность. Я сегодня была в спортзале. Видела все. Откуда вы? Мы ученики одного единственного мастера. Того самого. С большой буквы. Очень бы хотели передать другим все, чему у нас научил. Не только принципы приема русского рукопашного боя. Ну, вообще все. Ну, однако пока не можем. Почему? Из-за восточных единоборств. Всех этих кунг-фу, тхэквондо, карате и прочих. Вы, по-моему, догадываетесь, сколько всякого народа ими кормится. Да и вокруг них. Они готовы сделать, да и делают все, чтобы не дать укорениться в России с конно-русской борьбе. Кстати, вот сюда мы приехали по приглашению. Человек, который нас пригласил, здесь уже не работает. То же самое происходит везде, куда бы нас, куда бы мы ни приезжали. А дома? Дома. Нас пятеро. А пятеро это не просто энтузиаста-одиночка. Это школа. Аня, пойдем. Не доводи до греха. А ты согреши. Я уж так и быть отпущу тебе твои грехи. Ты еще здесь? Здесь. Я тебя предупреждал. Я тебя тоже. А вы умеете устраиваться с комфортом? Завтра этой роскошной жизни конец. Начнется нормальное. То есть? Переезжаем. Куда? В спортзал. Там теперь будем жить. Ну и переезжайте. Или вообще уезжайте. Так будет лучше для всех. И для вас? Для меня? В первую очередь. Почему? Потому. Хорошие вы ребята. А мы нет. Нам не нужно ни вашего благородства, ни вашего бескорыстия. Нам нужна наша жизнь. И никакой другой. Ты не был проституткой. А я подстилка афганская. Я знаю. Как ходить по номерам. Уезжайте. Вообще-то это похоже на кидо. Но только похоже. Самые опасные, самые крутые, это их главный, и этот, ресторанный. если кто еще не понял, что это наш последний шанс, пусть уходит. А кто понял, готовность 23.00. Вопросы есть? Есть. Шеф в курсе? Шеф? Если мы сегодня проиграем, он нас всех продаст, а их купит. И куда ты пойдешь? Без шефа я пас. Свободен. Еще вопросы будут? Ладно, пошли. Ты все поняла? Сегодня в 11.00. Пойдешь со всеми, я заеду. А теперь иди и больше не дури. Здесь тебе не Кандагар. Дерьмо. Делайте, спасибо. Вот теперь, паренёк, мы с тобой поговорим. Пошли. Ну что? Значит так, там трое в бассейне, ну и здесь двое. Кто? И главный, и этот, с кабака. Ну, остальные нам пока не нужны. Без этих двух они пешки. Ну-ка, пошли. Быстро. Эй! 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 Товарищ! Товарищ, побивают! Указом президента Российской Федерации освобождён от занимаемой должность в связи с переходом на другую работу. В работу. Это далёко ли? Да, мы должны прийти. Встречу и назад. Чего? Тихо, тихо. На Василия же у нас. И за ребятами зайду. Указом президента Российской Федерации освобождён. Эй! 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 Пошли. 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 Стой здесь. 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 Стой здесь.